МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было отмечено, что для сохранения природного богатства и уникального лесного фонда проводится большой комплекс мероприятий. Так было высажено более 90 тысяч новых саженцев, в том числе в рамках акции «Сад памяти». Восстановлено более 122 тысяч гектаров лесов, закуплено спецтехника оборудования для лесоразведения. Кроме того, для усиления работ потушения лесных пожаров приобретено два десятка единиц техники. Завтра в стране отметят День государственного флага России. По традиции, в честь праздника администрации Карачаевского городского округа совместно с сотрудниками Тибердинского заповедника и работниками Министерства культуры прошло традиционное восхождение на Клухорский перевал, где в годы Великой Отечественной войны происходили ожесточенные сражения. Там же состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 75-летию Великой Победы. Подробности у Аслана Гирюгова. 17 августа 1942 года германскими войсками были взяты перевалы Кавказа. Задолго до этого горы изучила подготовленная 49-я горно-альпийская дивизия Эдельвейс, офицерский состав которой несколько раз побывал на Кавказе и сделал подробные карты. Перевалы были захвачены из-за просчета руководства страны, ведь считалось, что все силы будут брошены на Москву. Южные рубежи не были защищены, закреплены и считали почему-то, что горы сами по себе являются именно такими рубежами. Но, сделав обманный маневр, направив армию в центр под Ржев, оттянув туда силы, армия юг направилась именно на Кавказ, на Сталинград. Цель была одна – отрезать именно поставку нефти, горючего, для советской техники, танков, самолетов и таким образом переломить ход войны в свою сторону. Со дня окончания войны прошло уже 75 лет, и в честь праздного дня государственного флага России было совершено восхождение на вершину Клухорского перевала на высоту 2800 метров над уровнем моря. По пути можно встретить десятки облисков и памятных табличек в честь тех, кто насмерть сражался в горах Кавказа и не пропустил фашистов к Черному морю. И в честь Великого Дня Победы была установлена новая мемориальная доска. День Победы Этот год является юбилейным 75 лет Победы нашей великой страны над немецкой чумой. И сегодня мы открываем этот обелиск, память тех ребят, которые здесь отдали жизнь, чтобы мы могли жить, радоваться и в нашей свободной стране получать образование, воспитывать детей, жить и радоваться. Подвиг солдат, которые защищали Кавказ, навсегда останется в памяти нашего народа. Ведь без прошлого, которое нужно чтить, не будет и будущего. Битва за перевалы была одной из самых затяжных в истории войны и длилась 442 дня. Сохраняя прошлое, мы создаем будущее. Очень правильные слова, которые относятся, имеют очень большое значение для подрастающего поколения. Сегодняшняя акция, это патриотическая акция, которая звучит так, что вот пока мы живы, мы помним. Пока мы помним, наше старшее поколение будет жить. Завершив открытие мемориальной доски, участники акции поднялись еще выше и развернули флаг Российской Федерации. Даже сегодня, в мирное время, в хорошую погоду, нам было сложно подняться на такую большую высоту, на которой проходили ожесточенные бои за облачного фронта. И долг каждого из нас – чтить подвиги и память о тех, кто воевал и проливал за нас кровь. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Этот год для сельхозработников стал сложным и убыточным. Урожай, который землепашцы планировали получить, не оправдал надежды. Что стало этому причиной? Какие убытки понесли аграрии в Хабецком районе? Узнавала Альбина Ламкова. Труд сельхозработника тяжёлый. Более того, эту сложную работу нужно успеть сделать в срок. Вспахать землю, найти и посеять хорошие семена, и удобрять их. Всё это даёт хороший урожай. Если не помешают погодные условия. Как это и произошло в этом году. Засуха и два раза прошедший в Хабецком районе град, который повредил поверхность растений, стал основной причиной снижения урожая. Хотя в начале посевной кампании всё было сделано по плану и в сроки. Мы отсеялись нормально всё. Где чуть-чуть влага есть, всходы взошли. А в остальном они пролежали почти до этих дождей. Мы очень ожидали хороших урожаев, но зерновые мы убрали. Обычно получали 40-50 центнеров. Уже научились выращивать хорошие урожаи. А в этом году по 15-20 центнеров получили. Борис Пхешков отметил, что в начале посевной кампании это поле было засеяно кукурузой. Но так как из-за погодных условий она не дала всходов, пришлось посеять другую культуру – подсолнух. Они тоже пролежали. И вот после этих дождей всходы появились. Но ждать хорошего урожая от этого тоже не стоит. Потому что вот сами видите. Мы сейчас используем импортные семена все. Хорошие гербициды, все есть. Можно получить, конечно, хорошее урожае. Мы и научились выращивать. Но мы очень зависимы от погодных условий. Аграрии Хабецкого района возделывают более 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Из них засеяно кукурузой более 14 тысяч гектаров. Картофеля более 300. А подсолнечника – 1600. Остальная площадь посеев занята другими культурами. По причине засухи и града из перечисленных цифр почти весь урожай погиб. В целом в районе нанесен ущерб свыше 300 миллионов рублей. Сельхозработники в убытке. Они не знают, как им быть и чем покрывать свои долги. Фермеры, которые там мало возделывают, у них шансов особых нет для дальнейшей работы. Они сами это говорят. Многие говорят, что закроется. А более крупные фермеры, они смогут еще как-то поработать. У них надежные партнеры имеются, где берут семена, удобрения. Они уже друг друга хорошо знают. И долг могут взять. Помимо уже понесенных убытков, аграрии все же обязаны убрать подсолнух. При том, что он не дал ожидаемые плоды. Это опять затраты. А средств нет. Невосполнимые потери, которые понесли сельхозработники, могут покрыть страховки. Но их нет. Ее невозможно сделать, так как она дорого обходится. На аграриях в начале посевной кампании и так возложено много затрат, связанных с покупкой семян и ГСМ. Многие из них рискуют и берут долг, надеясь отдать его с будущего уровня. После всех этих мероприятий средств просто не остается на страховку. И поэтому большие надежды возлагают на помощь со стороны государства, говорит Аслан Мамхягов. Альбина Ламкова, Марина Кушпова, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Хабистский район. И теперь весь из оперативного штаба. На сегодня в Карачаевой Черкесии выявлены 23 новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4732. Из них 4124 выздоровели. Госпитализированы 83 человека. Теперь в Карачаевой Черкесии можно любоваться Эльбрусом и получать за это деньги. Но об этом мы расскажем сразу после прогноза погоды на завтра. Карачаева, Черкесия. Современная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 14, плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. В этом году свой 60-летний юбилей отметил наш коллега-радиожурналист, ведущий программ на гайском языке «Радио России» Хусин Абазов. С юбиляром встретился Али Боташев. Только текст радиопрограммы, твой голос и микрофон, через который производится запись. Радио в FM-диапазоне, современное оборудование и качественный звук. Сейчас это кажется привычным, но раньше было по-другому, вспоминает юбиляр. Вот первый год, когда я работал, мы работали на таких бобинах. Это, конечно, неудобно. На такой бобине можно было записать 20-25 минут. Сейчас уже современная техника, конкретные маленькие портативные диктофоны. Конечно, есть ряд удобств. Хусин Абазов работает на радио с 2003 года. Он радиожурналист и ведущий программ на нагайском языке. Таких как «Эхо войны», «Азори здесь тихие», «Золанью охотятся утром», «Маметекей», «Радуга» и многих других. Профессионал. Он очень хорошо знает свою работу. И самое главное, он любит ее. Отдельно, наверное, стоит рассказать о том, как он относится вообще к своим передачам, к подготовке передачи. Он выбирает всегда оригинальное название. Его названия передачи, они всегда оригинальны. То есть одинаковых или похожих вы никогда не найдете. Это тоже часть работы, которая у Хусина Якубовича какая-то своеобразная. Она своя. Он привык к тому, что к каждой передаче нужно отнестись очень серьезно. Он долго готовится, подбирает названия, подбирает музыкальное оформление, текст, респондентов. Они всегда интересны. И я думаю, что радиослушатели тоже всегда с нетерпением ждут передачи Хусина Якубовича. А еще Хусина Базов старается внести в передачу изюминку, особенно если она предназначена детской аудиторией. Каждый герой говорит своим голосом, но всех персонажей озвучивает автор. К примеру, чтобы создать впечатление об оккупации, сам записывает реплики фашистов, накладывает лай овчарок и получается оригинально. Важно, чтобы слушателю было интересно, говорит Хусин. Обратную связь я всегда получаю, я с Шахарой еду в Черкес. Естественно, меня по дороге подбирают. Там у них есть маленькие приемники. Они говорят, что вчера мы тебя услышали, что-то понравилось, что-то не понравилось. Иногда просят, чтобы я скинул на флешку. Ну и гости, которые приезжают с Уренгоя, в основном они просят какие-то интересные передачи, чтобы я записал. Больше всего автор любит делать передачи, рассказывающие о защите Отечества и детские радиопрограммы. Подробнее ознакомиться с творчеством Хусина Абазова просто. Настройте радиоприемник на волну Радио России. 91,2 FM. Вещание ежедневно с 13 часов по московскому времени. Али Баташев, Расул Бердеев. Вести Карачаева, Черкесия. Теперь можно любоваться Эльбрусом и получать за это деньги. Кэшбэк по карте МИР. В России запущена новая программа поддержки внутреннего туризма. Теперь у путешественников появилась возможность вернуть часть средств, потраченных на туристические услуги. Возвращать часть суммы будут только закупленные туры по России или забронированные отели внутри страны. Чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти несколько условий. О какие-то условиях расскажет Мураджан Кёзов. Задача программы, утвержденная правительством России, сделать отдых россиян интереснее, а главное доступнее. Размер кэшбэка зависит от стоимости тура. Деньги будут возвращаться автоматически в течение пяти дней. Если вы приобретаете тур стоимость от 25 тысяч до 50 тысяч, вам возвращают 5 тысяч рублей. Если вы покупаете тур от 50 тысяч до 75 тысяч, вы получаете возврат, компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Если вы покупаете тур больше 75 тысяч рублей, то вам возвращается 15 тысяч рублей. Вернуть часть средств за туры по России можно в том случае, если путевка была приобретена в интернете и оплачена картой МИР. Нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте мирпутешествий.рф. И в принципе там все очень подробно описывается, пошагово, что нужно делать. Естественно, тур нужно приобрести от пяти дней и больше. Количество туристов не ограничено. Чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти несколько условий. Оплачивать можно не только целиком все путешествия, но и отдельно гостиницы на сайтах туроператоров и отелей. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпании или гостиниц в рамках данной программы невозможны. Карачаево-Черкесия на сегодняшний день входит в список туроператоров, в список, которые участвуют в программе. И очень активно все туроператоры подали заявки, гостиницы подали заявки на участие в данной программе. И все гостиницы, которые подали заявки, они прошли классификацию. В программе как пакетные туры, то есть сразу перелеты проживания, так и отдельное проживание для тех, кто добирается самостоятельно. Кэшбэк можно получить и за круизы. Нужно обязательно приобрести данный тур с 21 августа по 28 августа в течение этой недели, потому что по стоку-поскоку объявлен старт. Это 21 августа и до конца дня 28 августа. Организаторы позаботились и о защите от мошенников. Будут действовать специальные механизмы защиты. Мурат Шенкёза, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Приятных выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова